ребята всем привет с вами александр на канале минер и сегодня мы будем говорить про рейд массивы именно про использование рейдов для плотинга ч перед этим не забудьте подписаться на канал кто еще этого не сделал регулярно выходят новые видео как практически так и новостные и на вкладкой сообщества тоже заглядывайте там я публикую промежуточные всякие итоги вот как например вот этот итог это загрузка процессора при использовании 8 дисков диски как вы знаете это vd велосирапторы 2 и 5 дюймовые десятитысячники диски то есть у меня моих было четыре кто следит за новостями на вкладке сообщества тот видел что вот еще четыре я заколхозил вот так вот используя детский конструктор вам принципе отлично помогает кстати это охлаждается чудесно диски там 35 градусов примерно все отлично промежуточные итоги здесь тоже публикуем так мощность сети у нас плюс-минус стоит на месте выходил уже мэдмакс плоттер там 0 7 и даже вышла 001 версия но об этом чуть попозже как вы поняли по моему голосу простой из-за болезни произошел но также кто не забывает то что под каждым видео и принципе в описании я закрепляю ссылку на вот этот вот файл здесь всякой информации по настройке мэдмаксов и по проверке плотам там и ссылки на диски на нвм ешки в общем-то много чего полезного есть вкладочка под названием raptor и вот здесь вот я собственно говоря записываю все результаты экспериментов напоминаю что стенд это разница 1700 на материнке x370 от мсi gaming pro carbon 32 гигабайта рама вайпер на частоте 3200 если не память не изменяет это не забывайте это первый раз он 3200 для него это близко к потолку помню там около 3400 лучшие берут делать с раптор и всего 8 что все эксперименты я делаю на версии 006 уже в последней версии там добавилась возможность допрописывать адреса пулов но пока что было еще все-таки нет так что поэтому поговорим попозже и так точка отсчета как вы знаете мэдмакс плоттер в принципе хреново работает с жесткими дисками то есть обычный обычная гришка стандартная от разработчиков с жесткими дисками работают лучше то есть она где-то часов за 8 за 7 даже может справиться на raptor и может быть и за 7 бы справилась может быть и за 8 неважно но было бы явно быстрее часа на 3 чем вот делает мэдмакс настройки кстати всегда использовал 128 корзин мэдмакс по умолчанию рекомендую 256 и 256 на nvme это будет быстрее немножко я проводил эти эксперименты на вкладке сообщества выкладывал там было помочь что-то 3500 против 3 300 секунд пользу 256 корзин но для хардов как вы знаете нужно использовать меньше принципе когда я закончу уже вот с этим всем барахлом нужно еще можно много чего проэкспериментировать например 64 корзины поставить потому что на хардах это может дать какой-то плюс еще есть большое поле для экспериментов это то как отформатирован ваш диск предварительно могу сказать что форматирование кластера диска в размер 512 тоже должно давать буст скорости работы это касается и nvme диска потому что по умолчанию сейчас по моему четыре килобайта размер сектора идет или кластера не помню короче но по моему 512 будет лучше но об этом тоже как-нибудь следующих видео и так разбивочка идет по фазам и общее время разными цветами выделены разные настройки желтые это когда используется только харды сереньким это используется хард плюс nvme nvme используется всегда только в качестве буквы т то есть первого темп драйва на который припадает 25 процентов ну сменять их местами смысла нет суть работы с хардами это экономить ресурсы nvme иначе просто работаете на nvme напомню что vd black вот этот мой sm750 на madmax 06 справляется за 56 минут создает один плот один диск получается за 10 и 8 часов почти за 11 часов потом вместе с nvme он справился за 86 тоже очень плохо потому что сну на диск 2 то есть который задается параметром тире 2 преподать 75 процентов то есть один соло диск ну вообще не не актуально использовать вместе с nvme потому что это не дает практически ну точнее не то что не дают это еще хуже чем в принципе с гуи вот видите получилось почти девять часов официальная программа справилась без участия nvme бы за время быстрее чем вот это идем дальше рейд из двух дисков прирост 40 процентов как вы видите здесь это будет считаться проценты от ближайшего по конфигурации массива выигрыш 40 процентов ну я уже об этом говорил раньше что понятно самый большой скачок по производительность идет между одним диском и двумя дисками также еще наверно стоит сказать что я всегда использовал 16 потоков в случае с хардами этого делать принципе не обязательно потому что процессор загружен там на 10 процентов если ты используешь 1 2 3 там 4 диска даже в рейде он загружен мало то есть только уже там 8 и больше диска уже такую нагрузку под 75 процентов дают на диск ну точнее на процессор из этого принципе еще следует следующий вывод которым я тоже приду попозже что имеет смысл запускать mad max plotter на рейдах допустим если у тебя 8 дисков то стоит создать 4 рейда по 2 диска и запустить на них два плотинга в параллель то есть запустить одну версию медмакса который будет использовать в качестве темп 1 и темп 2 по 2 диска то есть по 2 рейда и на второй поток запустить тоже по 2 рейда то есть будет 8 дисков ну либо 3 плюс 1 в рейды ну тут можно экспериментировать дальше поймете о чем речь но если у вас мало дисков то всегда запускать в параллель будет выгодней так идем дальше вот есть такой у нас гибрид ну как не гибридный рейд это как его ну будем назвать его зелененький рейда когда мы для темп 1 и темп 2 используем рейды из рапторов то есть это очень интересная конфигурация вы поймете в чем ее преимущество и смотрите она справилась за 482 то есть меньше чем за пять часов используя 4 диска мы справились что почти в два раза выгоднее чем использовать один диск и ssd так идем дальше теперь мы берем теперь мы берем дворы и диска в качестве второго темпа и в качестве первого у нас идет нвмешкой как вы видите разница она не такая чтобы уж большая но по сравнению с использованием дисков соло мы имеем преимущество 50 процентов то есть два раза экономим время мы добавили еще один raptor который мы поставили в рейд 0 и мы получили 50 процентов прироста в быстродействии то есть сравнивать вот этот вот с вот этим очень неплохой результат то есть уже два диска уже как-то поинтереснее но все равно время как бы время такое себе дальнейшей конфигурации три диска в соло то есть три диска майнят сами на себя то есть ну вот как эта конфигурация была два диска 640 три диска 5 имеем выигрыш в 21 процент по времени ну не так чтобы много но ощутимо ну как я и говорил то есть использовать рейды и вообще харды которые пишут сами на себя это самое хреновое дело все таки нужен второй диск который будет в роли в роли ты тут неправильно написал а хотя тут без разницы да когда мы указываем параметр т он равняется параметру 2 если не указан параметр 2 потому все правильно но в целом я всегда использую параметр тире 2 для рейда вот как бы если там где-то ошибусь то имейте это ввиду то всегда рейд используется для параметра минус 2 вот конфигурация уже поинтереснее меня нравится побольше смотрите мы используем 4 диска но три из них стоит в рейде и один пишется в соло вот это компьютер и конверации мне нравится больше но здесь есть небольшой косяк почему по этому времени видите я его выделил зелененьким точнее красненьким потому что здесь вероятно что-то в системе помешало чем-то было она нагружена потому что время получилось не хуже чем оно было вот когда было три дисков соло то есть вот что-то здесь сбила результат то есть по факту это надо этот эксперимент нужно повторять потому что время должно быть лучше вот гарантированно вот этот результат должен быть лучше чем вот это то есть три диска в рейде которые пишут сами на себя всегда будет медленнее чем вот эта штука потому здесь нужна поправка здесь будет ну дед ну вот тысячу надо сбросить тысячу секунд надо сбросить да это получается сколько у нас 1000 секунда неплохо это 30 процентов от того что делает nvme в соло 3000 секунд 1000 делим на 60 делим на 60 у это 16 минут то есть от этого результата вполне себе вероятно отбросить 16 минут скорее всего это будет более правильный результат и мы получаем что четыре диска у нас принципе работают ну немногим хуже чем два диска с нвм е ну плюс минус то есть результат где-то близкий теперь три диска в рейде плюс нвм ешник нвм ешник дает сразу выигрыш вот по второй и по третьей фазе вот выйти осенненьким выделял вот здесь сразу ощутимый скачок как вы видите если первая фаза не так сильно отличается 6000 против 5000 то вот вторая фаза 3 или читам 4000 против полторы то есть двухкратный выигрыш и здесь тоже 470 370 и 200 тоже двухкратный выигрыш то есть 2 4 фаза сильно ну зависят от диска который стоит у нас в параметре тире т и мы получаем здесь 22 процента прироста по сравнению с использованием нвм ешника и рейда из двух то есть рейд из 3 3 диск дает нам плюс 22 процента тоже очень эффективная эффективная система то есть прирост дает довольно много и при этом нвм ешник нагружается не сильно дальше берем один темп из четырех дисков то есть 4 диска в рейде 0 пишут сами на себя как видите здесь время времена паскудники но тем не менее 4 диска в рейде 0 справились то точно так же как и два диска с нвм ешником то есть 4 ну тут получать такая закономерность будет что два диска два raptor а примерно компенсирует нвм е в каком в какой какой-то степени в качестве диска т потому что диск ты берешь на себя 25 процентов записи и как говорится если у вас есть четыре диска то можно нвм ешку свою не трогать если вы сильно за нее переживайте время такое же получается 436 против 440 опять же это время не в минутах 4 часа 36 десятых сотых часа это не 4 часа 36 минут в минутах это будет 4 часа 22 минуты то есть вы поняли это в десятках от часа я здесь не стал уже все переводить как говорится сказал вам об этом теперь вы это знаете так идем дальше теперь довольно ощутимый скачок мы получаем в целый час даже больше в час двадцать примерно когда мы добавили нвм ешник ну и на мишни до нас часок срезает было 440 стала 316 то есть час и 30 процентов от часа то сейчас 20 час двадцать и это на семь процентов быстрее чем три диска в рейде по сравнению с четырьмя дисками 7 процентов прирост уже не такой большой ну как вы видите то есть прирост от второго диска был 50 процентов от 3 22 процента 4 7 процентов ну это с использованием nvm е так если же просто по соло взять то один диск соло по сравнению с двумя 40 процентов три диска в соло по сравнению с двумя 20 процентов дают и четвертый диск соло дает еще 13 процентов прироста то есть но здесь уже сильно падает эффективность так идем дальше я тут уже потом когда взял 4 диска начал с конца начал с эксперимента с 8 сразу с 8 дисками потому 56 дисков у нас практически нет ну я это момент не делал не знаю буду доделывать или не буду думаю и так все будет понятно берем опять же один диск один темп из 7 велосираптора в рейде мы получаем 7 часов 32 минуты то есть ну время себе такое себе потому что как я и сказал использовать диски которые пишут сами на себя это плохая идея мы получаем всего лишь 15 процентов прироста по сравнению с четырьмя дисками то есть смотрите 4 диска по сравнению с тремя дисками дали нам 13 процентов а мы добавляем еще три диска и получаем всего лишь 15 процентов то есть каждое следующее добавление выше принципе четырех дисков эффективность уже довольно низкая ну и время как видите не так уж сильно отличается до от четырех дисков 15 процентов и мы дарну принципе не не так далеко от трех дисков с nvm е не так далеко на 20 минут от стали теперь вот как конфигурация которая нравится мне больше всего это вот примерно вот это смотрите мы берем в качестве параметра 2 5 дисков в рейд в качестве параметра ты берем 2 дисков рейд и мы получаем 318 это все равно что 4 диска с nvm е 316 то есть вот результат вот вот очень очень такой хороший также принципе хорошо себе показал результат из 8 дисков когда мы 4 и 4 для первого темпа и второго темпа мы используем по 4 диска но это не очень эффективно мне нравится вот эта вот система побольше возможно будет поэффективней что-то вроде 5 плюс 3 возможно будет чуточку быстрее еще чуточку лучше будет да но это будет однозначно лучше чем 8 дисков в 4 по 4 но 2 по 4 то есть использовать вот эта вот конфигурация самая оптимальная то есть когда мы на параметр тире 2 то есть на второй темп ставим больше дисков а на параметр т мы ставим но два диска в рейд 2 максимум 3 как мы знаем прирост от второго диска почти 50 процентов от третьего еще 20 процентов потому это как бы логично и разница видите как бы совсем небольшая 320 318 что у нас здесь 5 дисков 5 дисков до немножко быстрее чем 4 вот здесь как бы у нас получился меньше потому что здесь у нас было на вторую фазу 4 диска здесь у нас на вторую фазу 2 диска ну тут можете в принципе посмотреть здесь тоже самое но результат примерно одинаковый то есть очень хороший результат так один диск от точнее один рейд который пишет сам на себя из 8 дисков то что мне не нравится из 8 дисков справился за 358 то есть он проиграл 7 дисков 372 8 дисков 358 то есть 8 диск дал прироста аж 3 процента и 81 сотая то есть но уже как бы неэффективно я же говорю как бы вставить в рейд больше даже 4 5 дисков в качестве одного темпа но смысла нет уже тогда надо разделять на два темпа то есть бросать туда 4 туда 2 если у вас их 6 или там туда 5 туда 2 если у вас их 7 ну то есть надо так распределять ну и как конечно же самый лучший результат показал нас рейды из 8 дисков с использованием nvm и ну как мы принципе можем сделать вывод если у нас будут в рейде 7 дисков и nvm и разница будет отличаться вот ну процентов на 4 то есть как бы 8 дисков это точно не нужная вещь особо то есть конфигурация из 6 7 дисков будет в принципе вполне себе оптимальная но разве что вы просто их купили там на рубль ведро у меня диски пятисотки можно купить трехсотки диски или даже вообще там двухсотки я не знаю то есть за если там за 5 долларов можно купить вообще любые диски поскольку вы их объединяете в рейд их емкость суммируется так где тут как видите смотрите вот емкость из 6 дисков дает нам 227 терабайта оплатить в параллель мы не будем на эти диски то есть можно брать вообще хоть хоть по 60 гигабайт но просто это не имеет смысла потому что диски настолько маленького объема будет очень старые и очень медленные набрать трехсотки а если взять еще трехсотки и 15 тысяч никита будет вообще отлично то есть там 4 диска очень вам помогут ускорит эту всю работу и получится в принципе если использовать четыре диска с nvm ешка вы будете делать это может быть на 15 тысяч никах со скоростью менее трех часов ну туда-сюда а если все но лучше все-таки до штук 56 взять дешевеньких дисков и будет самый айс но меня принципе результат вполне себе устраивает для того чтобы переплачивать платы да под пол и вот так потихоньку может себе запустить и будет все дальше работать так чем-то я тут сравнивал вот вот с этим то есть четыре диска четыре диска по сравнению с восьми дисками дают 30 процентов прироста ну так потихоньку и насобиралась да как говорится ну и как я уже показывал на вкладке сообщества загрузка на восьми дисках была довольно высокой она конечно была прерывистая на скакала но это первая фаза но она доходила там и пике до 100 процентов были но в целом держалась там процентов 60 70 ну на этом ребятки пока что все принципе жду от вас обратную связь высказывайте свои предположения свои пожелания может что-то я где-то неправильно сказал где-то ошибся либо у вас есть какие-то идеи что-то как-то попробовать кстати можно попробовать у меня системный есть диск обычный ssd-шник поставить вместо nvme-шки обычную ssd-шку можно проверить насколько это ускоряет по сравнению с nvme-шкой вдруг разница не будет большая а это вероятность довольно большая ну и в общем то жду вас в комментариях ребята ну и конечно же не забудьте подписаться на канал поставить лайк и до скорых встреч